Следующий вопрос будет про остановку и стоянку и про железнодорожный переезд. Во-первых, этот вопрос нужно обязательно смотреть в паре. Обязательно. 11-й билет, 12-й вопрос и 29-й билет, 12-й вопрос. Абсолютно одинаковые картинки, которые отличаются. Ну, в картинках тоже есть разница, но, как правило, вы ее не запоминаете. Так вот, разница, самое главное, это в тексте вопроса. В одном вопросе спрашивается, кто нарушил остановку, а во втором вопросе спрашивается, кто нарушил стоянку. Так вот, мы должны с вами помнить, что на железнодорожном переезде запрещена остановка только на самом переезде. До него и после будет можно. А вот стоянка, длительное прекращение движения будет запрещена как на самом ЖД переезде, так и за 50 метров от него. От означает, что 50 метров мы должны выдержать как до железнодорожного переезда, так 50 метров еще и после железнодорожного переезда. Так вот, в нашем вопросе, в тексте спрашивается, кто нарушил остановку, то есть прекращение движения на время до 5 минут. Так вот, за это 4 минуты 59 секунд мы априори никому не успеем создать никакой помехи. Поэтому никто не нарушил. Я могу как остановиться до переезда, так и после, потому что остановка будет запрещена только на самом ЖД переезде. А сам ЖД переезд начинается не от рельса до рельса, а начинается или от шлагбаума, или от дорожного знака 131-132, однопутная, либо многопутная железная дорога. Вот и все.